Дорогой фотоаппарат, качественные снимки? Да, если не снимать в режиме авто. Три кита фотосъемки. Чувствительность, ISO, выдержка и диафрагма. Диафрагма контролирует количество света, который проходит через объектив. По сути, это перегородка, которая состоит из лепестков. Если ее закрыть, на матрицу попадет меньше света, если открыть — больше. Значение диафрагмы F всегда представлено десятичным числом. Причем, чем больше открыта диафрагма, тем оно меньше. То есть при диафрагме, равной 64, на матрицу попадет меньше всего света. Больше всего при 0,7. Разные диаметры диафрагмы влияют в первую очередь на глубину резко изображаемого объекта, сокращенно гриб. Если диаметр диафрагмы маленький, все объекты будут одинаково резкими. Если диафрагма открыта, в фокусе будет только главный объект, а все, что его окружает, размыто. Чтобы получилась фотография, нужно, чтобы на матрицу попал свет. Время, в течение которого свет попадает на матрицу, называется выдержка или время экспонирования. Нужно учитывать, что при короткой выдержке затвор будет открыт всего сотые доли секунды, а значит, камера как бы заморозит движение объекта съемки. И наоборот, при выдержке в секунду движущиеся объекты будут на фотографии оставлять за собой шлейф. Это может быть использовано как прием, который позволит подчеркнуть динамику происходящего. Третий параметр, кроме диафрагмы и выдержки в определении правильной экспозиции, это светочувствительность фотоэлемента, пленки или сенсора. Еще ее называют ISO. Чем больше ISO, тем меньше света нужно, чтобы получить правильное изображение. Все эти три понятия – диафрагма, выдержка и светочувствительность – складываются в экспозицию. Если она правильная, цвета на фотографии будут совпадать с цветами в реальности. Причем соотношение между тремя параметрами может быть сколько угодно. Например, если немного закрыть диафрагму, но при этом увеличить выдержку или светочувствительность, результат не изменится. Субтитры создавал DimaTorzok